В Чувашии проходят геологические и археологические раскопки. В конце июля ученый-геолог обнаружил валуны на правом берегу Волги, которые он сам назвал яйцами динозавров. А в Урнарском районе завершились раскопки могильников, датируемые II-IV веками н.э. Как только заканчивается студенческая сессия, Анатолий Федорович, преподаватель геологии, отправляется в экспедицию. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, Кавказ, Самарская и Астраханская области. Анатолий Иванов, казалось, побывал с раскопками по всей России. Иногда в таких вот походах обнаруживаются весьма интересные находки. Однажды, гуляя вдоль берега, ученый обнаружил шары загадочного происхождения. И стал смотреть склоны, и такие круглые каменные шары, я поразился. Я совершенно не интересовался. Потом пришел, зашел в интернет, стал искать литературу. Ну, оказывается, это уникальное явление не только для чувашей, а вообще для России и для мира. До конца не могут изучить. Но у ученых, геологов, пока одна версия, гипотеза, официальная она, что эти каменные шары конкретные. То есть срастение минералов, глины и песка. Вы знаете, ведь все же говорили, что яйца динозавров. Помимо версии о яйцах динозавра, у ученого есть другие предположения. По одной из версий, шары являются результатом деятельности внеземных цивилизаций. По другой – предметом орудия и труда первобытного человека. Ученые же считают, идеально круглые шары и валуны являются ничем иным, как смешение минералов, глины и песка. К сожалению, они таинственным образом исчезли через пару недель после их обнаружения. Остались только эти фотографии. Но вот эти конкретные, я думаю, что они образовались на дне моря, как и песок отлагался, да? Но мне кажется, что они старше по возрасту. Не моложе 250 миллионов лет тоже они. У сотрудника отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук Александра Березина другое мнение относительно происхождения шаров. Они на самом деле из гранита, из габбродиабаза, то есть из тех самых горных пород, которые у нас в Чувашии не встречаются. А встречаются далеко на севере, в Скандинавии, недалеко от Ленинградской области. И во время ледникового периода вместе со льдом они к нам сюда и как бы приехали. Гораздо большую археологическую ценность представляют находки на раскопках древнего могильника, эпохи ранней Железного века. Мы начали исследовать могильник в прошлом году. Если считать количество погребений с прошлого года, то всего 23 погребения. И еще было выявлено в раскопе 3 могильных пятна, то есть общее количество погребений 26. И похоже, что могильник был очень большой. Там, скорее всего, насчитывалось более сотни погребений. Драгоценных металлов археологи не нашли. Но, как подчеркивают руководители экспедиции, находки представляют в первую очередь историческую ценность, так как писемных свидетельств, датируемых II-IV веком н.э., у ученых нет. Захоронения преимущественно женские. Сохранились бронзовые и стеклянные украшения, а также несколько предметов быта древнего населения. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.